День с толком Смотрите в этом выпуске Камеры и пункты полиции Чувствуют ли себя горожане под защитой В центре Барнаула Митинг и петиция Родители барнаульских школьников готовы Массово выступить против дистанционного Образования Почти 200 Живых источников Зачем в крае создают реестр родников Начнем с главной темы последних дней Убийство в центре города Напомним, 40-летний Павел Рохлов Умер вследствие удара от бывшего спортсмена Виновный и жертва понятны Но у многих остается вопрос О зачинщике той драки Неком инвалиде Известно, что он не задержан Но пройдет по делу о скандальной драке Как свидетель Его имени мы не знаем Но именно он, по словам подруги убийцы Лилии Ворогушиной, начал драку первым Это подтверждают и наблюдатели, которые снимали это любительское видео И официант летнего кафе В следственном комитете нам его имя не сообщили Но сказали, что уголовное дело на него не будет заведено Он пройдет как свидетель При этом в телефонном разговоре с нами Бармен подтвердил, что инвалид действительно сам развязал драку На месте убийства Павла Рохлова Поставят камеру наблюдения и стационарный пункт полиции Правда, скорее всего, только в следующем году А есть ли сегодня в центре Барнаула Какая-либо система безопасности И чувствуют ли себя горожане под защитой? Примерно вот здесь Или чуть за моей спиной И умер Павел Рохлов Был нанесен один удар Его все видели, это было снято Но по многим деталям Того вечера остаются вопросы Потому что съемка велась на любительские камеры А здесь, где каждый вечер Выпивают и гуляют люди Никаких стационарных специализированных камер Просто нет Они появятся По крайней мере, такое решение Приняли в администрации города Хотя его еще предстоит согласовать И с другими ведомствами Стоить камера будет не меньше Двух с половиной миллионов рублей Где конкретно и когда именно ее поставят Непонятно, но предположительно Не раньше следующего года Пока на Старом Базаре только вывески Убеждают прохожих в безопасности А мы решили понять, насколько вообще Барнаульцы чувствуют себя под защитой В плане защищенности Ну, наверное, нет Все-таки, не чувствую Если сам попадаешь в такую ситуацию Будет как минимум проблематично Доказать свою точку зрения И отстоять свое мнение Защитить интересы себя, своих близких Ну, в принципе, да Чувствую себя защищен То есть и со стороны полиции И со стороны гражданского общества Почему нет? Вот таких пацанов мало А всякие идиоты, типа майоры Сидят в кабинетах и ничего не делают Что в прокуратуре Что в следственном комитете Это редкостные... Я уже говорил Сотрудников патрульно-постовой службы На улицах мало Об этом говорили и пользователи соцсетей Обсуждая убийства в центре города Любопытно, что Россию В статистических подсчетах Называют главным полицейским государством Европы На 100 тысяч человек По последним данным Больше 500 сотрудников полиции По данным краевой пресс-службы МВД За порядком на улицах ежедневно Следят около 360 человек В Барнауле Это полицейские, росгвардейцы И дружинники вкупе Плюс еще чуть больше 50 машин Патруля и ДПС Городская система видеонаблюдения Это государственная информационная система Для сбора, обработки и хранения Видеозаписей с камер, установленных в городе Предназначены для повышения уровня безопасности В Барнауле установлено 94 камеры видеонаблюдения В местах массового пребывания людей Также работают стационарные И передвижные комплексы видеофиксации К этим камерам добавьте Телефоны любопытных прохожих И камеры на магазинах, банках, многоквартирных домах Которые устанавливают каждый по желанию Они тоже глаза города А значит часть системы безопасности Андрей Дреер, Александр Антропов День с толком За сутки в регионе от коронавируса Выздоровели сразу 225 человек Заболели, если верить официальной статистике Всего 105 Также за день скончались 7 пациентов С диагнозом COVID-19 С начала пандемии в Алтайском крае Новую инфекцию выявили у 8998 человек На данный момент в ковидных госпиталях региона Находится 975 пациентов Лечится на дому 654 жителя края В Барнауле планируют провести митинг против дистанционного образования По крайней мере уведомление о его проведении в мэрию города Подала группа инициативных родителей школьников Она также намерена запустить в соцсетях петицию Против дистанта и цифровизации образования Под печатным аналогом подписались уже более полутора тысяч наших земляков Подробнее в сюжете Никиты Ермакова Мы только за традиционную школу Только за это Только за традиционную школу Нам не нужно, не нужны нам эксперименты Дать бой одиозным экспериментам над детьми решили родители и учителя Они утверждают, что досконально изучили проект о цифровой среде в образовании За который так ратуют власти разного уровня И опасаются, что он может обернуться ударом Как для детей в частности, так и для всей системы в целом Нам пообещали, что у наших детей будет индивидуальная траектория развития Они прописаны конкретно вот в этой цифровой школе Что это значит? Это значит, что фактически будет устроена дискриминация По принципу толщины кошелька родителей Мы это уже увидели этой весной Когда наших детей совершенно без спроса зарегистрировали на разных платформах Таких как учи.ру И когда мы открыли эти платформы Мы увидели, что бесплатно есть только базовый пакет Если вы хотите больше знаний, покупайте пакет такой, или другой, или третий Интернет в малокомплектные школы Установка мультимедийного оборудования И доступ к электронным образовательным площадкам Все эти блага, уверены родители барнольских школьников Только красивая обертка проекта А в содержании тотальный контроль над детьми и лишение социализации Где-то будет записана лекция на всю страну И она одна будет прокручиваться по всем школам И оценку им будет выставлять уже не учитель Им будет вставлять оценку искусственный интеллект Либо машина То есть как там это назовут А учитель у нас превращается в тьютера То есть учителя нам уже сказали Очень скоро будут не нужны Не могу никуда выйти домашнее узнать Ничего не могу Я начинаю всех родителей обзванивать Я ненавижу эту цифровизацию Потому что я сама педагог Я ушла со школы Я против этой всей системы Еще один минус дистанта Говорят родители Удар по здоровью детей Многочасовые занятия перед монитором Отражаются и на осанке На зрении ребят А камеры и прокторинг Биометрическую процедуру отслеживания Уже широко применяют в системе китайского ЕГЭ Наносят психологическую травму Чиновники лукавят о том Что это внедрение, простите, интернета высокоскоростного И всего прочего На самом деле есть очень много минусов Таких минусов, как постоянное наблюдение за детьми То есть прокторинг Загуглите, кто не знает То есть это камеры постоянно Почему бы чиновникам с себя не начать Не прийти в кабинет, не включить прокторинг Не тыкнуть пальчиком по компьютеру Снять биометрию Сидеть весь день вот так за компьютером Волна народного возмущения прокатилась по всей стране Еще в момент перехода на дистанционное обучение Чиновники поспешили заверить Осенью учеба возобновится в привычном формате В школе и за партами Но барнаульские родители решили Успокаиваться рано По Европе грядет вторая волна коронавируса Что будет, если она наступит и в России Снова учеба из дома И как понимать слова ответственных чиновников О том, что не будет в дальнейшем Массового перехода на дистант Будет локальный? Тогда когда и где? Эти вопросы мы адресовали Министерству образования края В ответ получили только краткое Письменное пояснение Информация, распространяемая в ряде сообществ В социальных сетях и других источниках О якобы переводе обучения школы В онлайн недостоверна И не имеет под собой никаких оснований Разрешит ли мэрия проведение митинга Ответ открытый Альтернатива выражению протеста Сбор подписей под петицией Которую скоро планируют запустить В социальных сетях К слову, под печатным вариантом Подписалось уже более полутора тысяч горожан Никита Ермаков, Николай Шилко День с толком Малообеспеченным семьям школьников Которым полагается льготное питание Необходимо начать сбор документов Для предоставления компенсации Из-за пандемии коронавируса Полагали многие родители справки Возможно, не придется собирать Льготу продлят автоматически Но сегодня в региональном министерстве образования Отметили, что этого не произойдет Сбор документов пройдет в традиционном формате Предоставить справку в школу Необходимо до конца лета А чтобы получить ее Нужно предоставить в управление социальной защиты Целый пакет документов Их рассматривают 10 дней И уже после выносится решение Времени до начала учебного года Осталось не так много Специалисты советуют поторопиться Для получения компенсационных выплат Необходимо написать заявление На имя директора И предоставить справку из органов социальной защиты О том, что семья является малообеспеченной Сегодня в суде Центрального района Барнаула Зачитали обвинительное заключение По делу Александра Трипакова Бизнесмена, которому инкриминируют Дачу взятки сотруднику госинспекции Об этой истории мы рассказывали ранее Александр Трипаков – директор компании «Строймастер» Которая построила в регионе Более сотни коммунальных объектов По словам Александра Против него сфабриковали дело чиновники Бывшего главстроя Которые всячески пытаются выжать строймастер с рынка Продолжит Ирина Корчагина Пошел против системы Александр Трипаков рассказывает Его компании «Строймастер» начали вставлять палки в колеса После того, как пару лет назад Сотрудники Минстроя, ранее главстроя Предложили строймастеру отдавать все госконтракты Взамен на 6-процентную выручку с каждого заказа Трипаков от сомнительной сделки отказался После этого спокойная жизнь закончилась На «Строймастер» начали подавать в суды Желая внести компанию в реестр недобросовестных подрядчиков Фирма потеряла 80% контрактов Так получилось, что мы стали неизбежно конкурентами Самих чиновников, у которых должны выполнять работы Затем Александра Трипакова и вовсе привлекли к уголовному делу По версии следствия, во время работы над объектом газоснабжения в советском районе Трипаков дал взятку сотруднику госинспекции Чтобы тот закрыл глаза на нарушение Интересно, что сумма взятки всего 40 тысяч рублей Хотя инспекция вообще не имела полномочий контролировать этот объект И по сути никакого смысла во взятке не было, говорит бизнесмен У нас не было ни оснований в даче, никаких взяток Потому что у нас объект был готов, он уже был построен И был готов к даче И не сдавался по причине только того, что у нас там были какие-то административные барьеры Которые выстроил технический заказчик Однако, по словам Александра, к нему даже не стали прислушиваться А следователь, не доказав передачу денег, закрыл дело и передал его в суд Сегодня на первое заседание по делу журналистов не пустили, ссылаясь на коронавирус Судья предложил высказать свое мнение по этому заключению Я попросил перенести мое мнение на следующее заседание Для того, чтобы я мог подготовить кроме своего мнения свою позицию Так или иначе, Александру Трипакову может грозить уголовное наказание Но бизнесмен готов бороться до конца Он говорит, что кроме голословных обвинений у правоохранителей ничего нет Следующее заседание по делу состоится в сентябре Ирина Корчагина, Николай Шелко, День с толком История выживания бизнесмена, который пошел против системы, уже вызвала резонанс Получится ли теперь чиновникам задавить предпринимателя на глазах у общественности? Большой вопрос Добавим, что следующее заседание по делу состоится в сентябре Суд лишил депутата КЗС Владимира Попова московской квартиры Имущество обратили в доход государства В 2017 году жена Владимира Попова приобрела в столице квартиру за 65 миллионов При этом задекларированный совокупный доход семьи за предыдущие три года не превышал 3 миллионов рублей Напомним, Попов является депутатом от партии коммунистов Входит в комитет по аграрной политике и природопользованию В свое время получил шуточное прозвище родственник Сиси Кейдж в Алтайском парламенте В прошлом году Попов пригласил звезду 80-х на юбилей своей жены в Барнаул Одному из федеральных изданий Попов сказал, что Сиси Кейдж – его двоюродная сестра и выступала якобы бесплатно На свой день рождения депутат АКЗС заказал известного ведущего Ивана Урганта Отметим, что стоимость выступления таких селебрити явно превышает официальный доход Попова за весь год 160 миллионов рублей нужно собрать, чтобы маленький Барнаулец выжил Сереже Сергееву 4 месяца назад поставили диагноз спинально-мышечная атрофия Помочь ему могут специальные препараты, но их стоимость родителям мальчика не по карману Продолжит тему Дарья Эйдемиллер Сереже в этом месяце исполнился один год До 4 месяцев он был обычным ребенком, мог держать голову, сам переворачивался на живот А когда эти простые действия перестали получаться, родители Татьяна и Артем забили тревогу Врачи, больница, диагноз – спинально-мышечная атрофия Он раньше голову у нас лежа на животе хотя бы как-то держал Подушки мы ему подкладывали, вот, ложили Он мог там какое-то время, сейчас нет, он уже все, не может так голову держать И самое страшное то, что может сердце остановиться, потому что сердце – это тоже мышца И также мышцы, которые отвечают за дыхание у нас, они тоже слабеют Главный враг мальчика – это время Чем больше дней проходит, тем более тяжелым становится состояние ребенка Помочь Сереже можно Год назад в России зарегистрировали препарат спинраза Это пожизненная терапия В первый год она стоит 50 миллионов рублей В последующие – по 30 Но есть зарубежный аналог – золгенсма Дело в том, что там не один ген, а два гена Есть ген основной и псевдоген Он не функциональный Он синтезирует белок, не совсем полноценный Вот это одно из лекарств направлено на то, что Если основной ген не работает, то заставить работать второй ген, неполноценный И сейчас вот новое поколение препаратов, которое полностью ликвидирует, как бы восстанавливает вот этот ген неполноценный Он дается один раз, ген этот восстанавливается, дальше функционирует как нормальный полноценный ген Таких, как Сережа, в крае 26 человек Только трое детей сумели добиться патогенической терапии Речь идет о препарате спинраза Всем нуждающимся, говорят в Минздраве, возможности помочь нет Денег просто не хватит Профильные чиновники обсуждают возможность передачи этого вопроса на уровень федерации Заболевание, оно появилось не вчера, да Но и раньше патогенетической терапии в принципе не было Однако проводится респираторная поддержка таким детям Реалечение положения Это начало внедрения патогенетической терапии Естественно, оно будет осуществляться, может быть, не так активно, как хотелось бы кому-то Но все равно это будет введено Вот постоянно приходится с ним на руках ходить Потому что он лежать не сильно любит Полежит минут 10-15 и на руки просится Руками тянет, показывает, куда ему надо поднести Направляет Чтобы собрать 160 миллионов рублей на импортный препарат, у Сережи есть год За три месяца семье Сергеевых помогли на три с лишним миллиона А это лишь 2% от необходимой суммы Пока в министерствах решают вопрос, кто все-таки должен помочь ребенку Мы с вами можем дать эту помощь Реквизиты вы видите на экране Дарья Демилер, Николай Шелко, День с толком В Алтайском крае работает комиссия Министерства сельского хозяйства России Она оценивает ущерб от засухи Федеральные специалисты уже посетили хозяйство Табунского, Колундинского, Волчихинского и других юго-западных районов Напомним, в этой части региона дождей не было больше 70 дней По предварительным данным, краевого минсельхоза от засухи погибло свыше 150 тысяч гектаров посевов Общий ущерб оценивается примерно в 700 миллионов рублей Но окончательную оценку последствиям дадут представители минсельхоза России Правда, теперь работе федеральной комиссии, как ни парадоксально, мешают проливные дожди Они в буквальном смысле обрушились на районы, ранее пострадавшие от засухи Руководитель одного из фермерских хозяйств Волчихинского района отметил, что еще три недели назад Ливни могли бы спасти урожай, но сейчас потери от засухи уже необратимы Результаты комиссии вместе с заявками на компенсацию от пострадавших аграриев Федеральный минсельхоз передадут до 1 августа На основе предоставленных данных и будет определен размер помощи сельхозпроизводителям края Конкретных цифр пока никто не называет В Алтайском крае изучают родники для того, чтобы создать реестр живых источников Проверку на предмет состояния и состава воды прошли уже 150 природных ключей Результаты первого подобного исследования в крае помогут отечественным географам оценить объемы пресной воды нашего региона В одной из научно-познавательных экспедиций побывал и наш корреспондент Илья Кочетков Мало дорог, много направлений Равнинная часть Алтая – это безбрежные степи, солончаки, поля, которые по своей площади сравнятся с некоторыми европейскими странами И словно в пустыне здесь приходится ехать от родника до родника по несколько часов За плечами у географов Ирины Архиповой и Валентина Смирнова тысячи километров экспедиционных выездов В конце прошлого года краевое отделение Русского географического общества на средства президентского гранта приступило к описи родников региона До сих пор учетом источников пресной воды в регионе почти не занимались В официальном реестре водных объектов края их всего два Так что это первое подобное исследование в регионе и, кстати, одно из первых в России Теперь нужно уточнить координаты, описать состояние родника, взять пробы воды и провести экспресс-анализ на состав Все это в итоге отразят на интерактивной карте Многие источники приходится искать с помощью местных жителей, как, например, родник Александровский у села Покровка Нам рассказывают, когда-то источник снабжал чистой водой бригады механизаторов, работавших в полях Исчезли колхозы, начал зарастать родник Колхоз был бы, если вот как раньше, что это, работали все время же вот этот Он бы держали бы все равно, потому что вода, это как, в поле работать без воды, это же А тут что, вот рядом, поля, вот они все были здесь, заехали, набрали Его, говорят специалисты, еще можно оживить, почистить русло, установить новую опалубку Но чем дальше в степь, тем им все печальнее Селония Чунаева на краю выжженной степи Нина Романенко рассказывает, когда-то здесь был пруд, питаемый сразу несколькими родниками В начале 2000-х, к сожалению, обанкротился И заботиться о плотине пруда стало некому И хотя продолжали бить прекрасные родники, но весной однажды плотину прорвало Дно заилилось, заросло, а тяжелая техника так перекопала окрестности, что родники исчезли Пытаемся откопать, иногда помогает и такое простое действие Земля на глубине влажная, быть может пробьется сам Отсюда и на десятки квадратных километров вокруг природных источников воды нет А иссушенные посевы вокруг словно взывают о помощи Нынешним летом нехватка источников воды ощущается особенно остро Мы не знаем, что дальше будет происходить с климатом Земли Сегодня не хватает воды растениям, завтра может не хватить людям Между тем вода, буквально под нашими ногами, ее лишь надо найти А вот это не совсем родник, это скважина, пробитая много лет назад жителями степного поселка Самого поселка давно нет, а вода льется, влияя на пейзаж, на окружающую природу И люди уже считают его настоящим А отдельные энтузиасты очень хотят его благоустроить и сохранить Тут полупустынная такая равнинная местность, степь, да, где ничего интересного нет Нет, не поверите, очень много интересного здесь у нас чего есть И вот хочу с этого родника сейчас начать и всем доказать в районе и в крае о том, что он у нас хороший Просто я хочу облагородить, чтобы люди действительно приезжали сюда И с гордостью наша деревня с гордостью говорила А у нас действительно единственный в районе есть такой родник И как нежданный подарок после десятков неухоженных и заброшенных родник под названием семейный Редкий случай, его не просто посещают, берут воду, но и регулярно о нем заботятся, чистят русло, к примеру И как это часто бывает, местный учитель, искренне любящий родную историю и природу У нас давно уже запланирована операция школьная, которая так и называется, операция родник Каждую весну и осень мы с детьми наводим порядок здесь Убираем траву, выкашиваем ее серпом по периметру, потому что если, примером, в воду падает трава, и потом тяжело убирать Одно из самых удивительных открытий экспедиции, что из десятков родников нет даже двух похожих друг на друга Мы в Курьинском районе, где равнины сменяют предгорьем Родник без имени, нашли его случайно, расспросив местных Видно, что когда-то им тоже занимались, укрепили стены, расчистили периметр Но почему сейчас вокруг трава по пояс? И что за пузырьки поднимаются со дна? Слушай, тоже какой-то тяжеловатый такой привкус Экспресс-анализ не показал ничего подозрительного, но более полные данные исследователи получат уже в лабораторных условиях Там проверят образцы воды всех изученных родников Географы говорят, к осени результаты экспедиции будут уже более полно представлены Появятся точные данные о количестве источников, качестве воды Также будут сделаны выводы о ее пользе Ученые говорят, знания о пресной воде, как о стратегическом ресурсе, становятся сегодня все более важными Илья Кочетков, День с толком А на этом у меня все, через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компания Evalar До встречи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогноз